АПЛОДИСМЕНТЫ Товарищ Романов передал съезду приветствия ЦК КПСС и вручил знамя с изображением Владимира Ильича Ленина. АПЛОДИСМЕНТЫ В дни работы съезда делегация КПСС посетила тракторосборочный завод в городе Назретье. АПЛОДИСМЕНТЫ При помощи Советского Союза в Эфиопии сооружается около 40 объектов. Завод в Назретье один из них. Десятилетний план социально-экономического развития Эфиопии, одобренный делегатами съезда, предусматривает коренные изменения в жизни народа. Началось освоение залежных земель в Гамбеле. Эти первые тракторы, сошедшие из конвейера, яркое свидетельство плодотворности советско-эфиопских отношений. Подписанные в дни съезда долгосрочные программы экономического сотрудничества между СССР и Эфиопией. Новые свидетельства крепнущих экономических связей, которые приобретают большой размах и имеют хорошие перспективы. Учредительный съезд продолжал свою работу. В перерывах между заседаниями делегаты обсуждали вопросы, поднятые на съезде. Единогласно был принят устав и утверждена программа Рабочей партии Эфиопии. Широкое представительство прогрессивных сил мира на учредительном съезде Рабочей партии Эфиопии свидетельствует о большом международном авторитете Эфиопской революции. Обращаясь с приветствием к участникам съезда, посланцы из разных стран мира выражали уверенность, что Рабочая партия Эфиопии возьмет на себя руководящую роль в стране. Выступавшие подчеркивали, что народ Эфиопии вносит важный вклад в мировое национально-освободительное движение. В заключение работы съезда делегаты избрали Центральный комитет Рабочей партии Эфиопии. Состоявшийся первый пленум ЦК Рабочей партии Эфиопии единодушно избрал генеральным секретарем ЦК партии Менгисту Хайли Мариамо. Память Владимира Ильича Ленина почтили делегаты съезда, посланцы Коммунистических и Рабочих партий. Делегация КПСС во главе с товарищем Романовым и Менгисту Хайли Мариам возложили венки к памятнику великого вождя трудящихся всего мира. Генеральный секретарь ЦК социалистической единой партии Германии товарищ Хонекер, прибывший на празднование в Адисабеву и товарищ Менгисту Хайли Мариам открыли памятник Карлу Марксу. В эти дни в столице был открыт монумент «Наша борьба». Он сооружен в честь тех, кто сражался за победу революции, за дело трудящихся масс. На открытии монумента присутствовали главы делегации, приехавших на празднование десятилетия революции. У подножия монумента был зажжен вечный огонь, символ благодарной памяти народа. Двенадцатая сентября. Главная площадь страны – площадь революции в Адисабеве. Десятый раз празднует народ Эфиопии годовщину своей революции. В военный парад открыли воинские части, отстоявшие единство страны в борьбе с интервентами. Эфиопская революция способна защитить свои завоевания. С каждым годом крепнет оборонная мощь страны для того, чтобы обеспечить мир, выполнить планы намеченной партии, построить в Эфиопии социалистическое общество. Демонстрация трудящихся столицей. Она превратилась в яркую, запоминающуюся манифестацию народа. Перед трибунами колонны рабочих, члены крестьянских ассоциаций, молодежных и женских организаций, служащие учреждений новой Эфиопии. Революция принесла трудящимся Эфиопии много завоеваний, земельную реформу, мероприятия по ликвидации неграмотности, новую систему здравоохранения, восьмичасовой рабочий день. Глубокие политические и социально-экономические преобразования находят полную поддержку и одобрение широких народных масс. В Эфиопию пришла весна. Древняя африканская земля расцветает многоцветием красок. Она готова отдать в добрые руки людей свою щедрость, свои богатства. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова